на портал x get поступают вопросы на которые мы пытаемся найти ответы поступил вопрос можно ли употреблять в пищу не кошерную на еду или халяль здесь естественно мы должны с вами процитировать священное писание которое говорит следующее все что продается на торгу ешьте без всякого исследования для спокойствия совести ибо господня земля и что наполняет ее если кто из неверных позовет вас и вы захотите пойти то все не предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести но если кто скажет вам это идоложертвенное то не ешьте ради того кто объявил вам и ради совести ибо господня земля и что наполняет ее говорит апостол павел своем первом послании к коринской церкви вот исследуя это повествование священного писания мы с вами должны четко понимать что кошерные до что халяль на во первых это еда приготовленная особыми очищенными то есть без греховными людьми приготовленные да это не освещенная еда не в исламе не не в иудаизме если бы это была освещенная еда то нам бы псам даже бы крошки бы не дали бы ибо нельзя метать бисер перед свиньями и естественно таким неверным как мы никто бы из иудеев или из мусульман ничего святого бы даже и предложить даже помыслить нему в предложении ибо для них это было бы страшным грехом поэтому кошерная еда халяль возможно для нашего потребления так как они не являются не освещенными никакими но если бы даже они были бы освещенными мы все равно с вами имеем возможность употреблять их в пищу потому что как говорит апостол павел ешьте все без рассуждения меня нет бога кроме бога нашего в другом месте апостол павел мы также читаем это повествование не что не оскверняет человека что входит внутрь него но что исходит из человека из уст человеческих нет то осквернят его слова помыслы намерения дела вот что оскверняет человека будем об этом с вами помнить и не бояться не вкушать ту пищу который нам предлагается в магазинах и на ярмарках и на базарах внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и и и и и и